Сразу несколько регионов Казахстана оказались во власти непогоды. Снежная буря сказалась на работе Казмедиа-центра в столице. Все сотрудники эвакуировались после сообщения о пожаре. Наш телеканал был вынужден перейти на резервное вещание. Все подробности мы узнаем об инциденте у Асхата Нязова. Итак, Асхат, новости вновь в эфире. Мы на экранах телевизоров и, уверен, зрители интересуют, что непосредственно случилось в телевещательном центре и как метель, непогода парализовала Нур-Султан. Какая информация? Ну, в общем, Аристан, вы, наверное, сейчас видите эту картинку, что сейчас происходит в столице. Ветер очень сильный. Я, конечно, не Казгидромет, не могу сказать точно, сколько метров в секунду, но я, пожалуй, не припомню такого сильного ветра даже зимой, как в календарной весне сейчас происходит. А как все вчера начиналось с шуток и красиво было все. То есть сначала были шутки про 57 февраля, потом во всех социальных сетях страны мы наблюдали видео с этим вот красивым пушистым снегом, который в столице был. Ну и, конечно же, потом стало не до шуток, уже ближе к вечеру, когда начался вот этот ветер, который до сих пор в столице. Ну вот, давайте покажем, что происходило. Сейчас попрошу режиссеров запустить видео. В первую очередь давайте расскажем про Казмедиа-центр, что здесь происходило. Сначала мы услышали информацию о пожаре, о том, что в Казмедиа-центре происходит пожар. Потом начали эвакуировать сотрудников, приехали пожарные машины. У нас есть информация, что было три пожарных расчета, 13 сотрудников. Начали эвакуировать, как я уже говорил, сотрудников телеканалов. Вещание нескольких республиканских телеканалов, которые расположены в Казмедиа-центре, было прекращено. Вот сейчас вот мы с новостями смогли только выйти в эфир. Теперь полную информацию я предлагаю спросить у сотрудников Казмедиа-центра. Чуть попозже в нашем выпуске, когда мы зайдем внутрь, у нас будет спикер, который нам расскажет о причинах, что все-таки произошло и насколько сейчас восстановлено вещание. Давайте пока пройдемся по тому, что происходило на улице, не в Казмедиа-центре, а на улице. Все, наверное, видели также в социальных сетях видео, как свирепствовал ветер, как разбивались машины, как падали рекламные щиты, рекламные стойки. Вот особенно те, которые, знаете, сейчас у нас стало модно ставить на стоянках, на колесах. Вот если вы сейчас видите, может, или уже показали наши режиссеры, один из щитов, только то, что удалось попасть на видео, разбил автомобиль, который был припаркован на этой стоянке. Вот тоже большой вопрос к этим рекламным щитам, кто их вообще контролирует, насколько это все законно, что они стоят на стоянках, там, где должны стоять автомобили. Также были закрыты все трассы, все выезды и въезды из столицы, был закрыт аэропорт. Что сейчас, какая есть информация на 7 утра? По аэропорту в 12 часов ночи аэропорт столицы начал работать в штатном режиме, но я уточню, что это сам аэропорт. Рейсы восстанавливаются постепенно, то есть, если вы собираетесь в ближайшее время улетать, вам нужно позвонить свою авиакомпанию, уточнить, состоится ли рейс. Потому что, вот, например, моя коллега сегодня должна была вылететь рейсом из Нур-Султана в Дубай в 10 утра примерно, но рейс пока уже перенесли на 12.30 и еще непонятно, что будет дальше. По поводу трасс, сейчас, я не знаю, как сейчас есть информация более точная, мы постараемся в следующем выпуске новостей поехать в оперативный штаб, который был создан при МЧС, узнать, какая на сегодня ситуация, на сейчас имеется в виду. Но 111 участков автодорог по всей стране были закрыты. Это Акмолинская, Актюбинская, Североказахстанская, Кустанайская, Калматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области. Там были закрыты 111 участков дорог. Также по информации МЧС было по всей стране 273 аварийных отключения, 108, было зафиксировано 106 срывов кровли на административных и жилых зданиях. Я думаю, тоже в социальных сетях вчера и сейчас многие пользователи Казнета наблюдают эту картину. Я сам лично видел видео из Талдыкургана, как срывало крыши домов, как летали детские площадки, которые расположены во дворах. По трассам, опять же, информация, 372 человека было спасено и эвакуировано. Отмечу, что из этих 372, 312 были дети. Сейчас до сих пор, может быть, уже какая-то другая есть информация, но на утро 89 человек еще находились в пунктах обогревов по всей стране. В столице сейчас я хочу предупредить автолюбителей, что очень опасно ездить по дороге, потому что гололед, пока вот мы здесь стояли, ждали прямое включение, на наших глазах чуть две аварии не случилось, но обошлось. Так что будьте аккуратны. Также есть информация о том, что пригородные маршруты до восстановления погоды пока не будут ходить. То есть пригородных маршрутов за город сейчас жители столицы не смогут выехать, так же, как и приехать из каких-то ближайших поселков в Нур-Султан. В общем-то, все. Информация пока такая. Как я уже сказал, мы попозже в этом же эфире зайдем внутрь Казмедия и попытаемся разобраться, что произошло, почему было отключено вещание и какая картина на сегодня. Арестан, есть еще какие-то вопросы? Вопросов нет. Хотел бы выразить благодарность службе пожаротушения. Ну и, судя по тому, что погода еще пока не успокоилась, у МЧС работы в регионах еще поприбавится. Желаем им удачи. Спасибо. С нами был на связи Асхат Нязов.